Ребятки, всем привет! Еще раз сегодня буду рассказывать вам про турбизнес. Значит, смотрите, какие у нас вообще варианты. Я разговаривала со своими девочками из команды, да, потому что много вопросов есть, особенно у новичков. Конечно же, с чем люди сталкиваются, когда они только в этот бизнес подписываются, у них очень много вопросов, много непонимания. Во-первых, у вас должно быть осознание того, что, ну, это реальный бизнес, и работать надо. Многие люди приходят в этот бизнес, конечно же, абсолютно без опыта. Ну и теоретически опыт не нужен, да, если вы там никогда не работали в туризме. Но, тем не менее, у вас должно быть понимание и цель, вот конкретная цель, зачем вы это делаете, чего вы хотите от этого бизнеса, как вы хотите это делать, и кем вы видите себя там через 5-10 лет. Потому что, поймите, что быстрых денег, ну, таких уж совсем, ну, не будет. То есть, да, у нас есть люди, которые начинают продавать успешно, там, через 3-4 месяца. Да, есть такие примеры, и это правда, это не брыхня. Да, вот, поэтому всё возможно. Но, понимаете, когда у вас есть конкретная идея в голове, мечта, виденье, да, или вы хотите зарабатывать деньги, или вы хотите больше, там, путешествовать, узнать, узнать, смотреть мир, проводить больше времени, там, со своими детьми, со своей семьёй. Работать из дома не так же легко, как кажется. Вы всё равно, да, если вы хотите результат, вы должны всё равно находить время. И это не полчаса в день, и это не час в день, если вы хотите конкретный результат. То есть, здесь надо понимать всё-таки немножко основы бизнеса, да, уметь считать, уметь быстро соображать, находить информацию, то есть, общаться с людьми. То есть, customer service у вас должен быть. Знание английского, конечно же, надо, но у нас люди работают и далеко не с идеальным английским. Поэтому оставьте ваши все комплексы позади, что вы там не идеальный какой-то, ни то, ни это. Комплексы очень часто людям мешают добиваться успеха. И я на своём личном канале об этом говорю. Мотивация этого мало, потому что просто хотеть и делать – это разные вещи. Не нужно бояться чего-то нового, иначе вы никогда не узнаете, получится или нет. У нас в компании есть 30 дней возврат денег, если вы вдруг передумаете. Поэтому бояться абсолютно нечего. О чём я хотела сказать, это то, что здесь нужно развивать команду и, конечно же, делать продажи. Специалистов в туризме на самом деле, ну, не то, чтобы не так много, но, понимаете, клиенты ведь разные. Блин, да что ж такое? Клиенты разные. И многим людям уже надоело ездить на Карибы, в Доминикану, в Мексику, это уже просто смешно. То есть сейчас людям интересно Европу посмотреть, да, открыли же границы, Канаду посмотреть, Аляску посмотреть, Италия, Франция, Дубай, Индонезия. Вот нам нужны люди, которые разбираются в этом, которые хотят изучить эту нишу, потому что все тренинги, которые от наших партнёров, они бесплатные. Ну, где-то там может что-то надо платить, где-то надо посещать какие-то мероприятия, но это всё как бы по вашему желанию, правильно, вы можете выбирать, что вы будете делать. Но очень-очень важно в турбизнесе не хвататься за всё подряд, вот когда вы только подключаетесь, подписываетесь и становитесь турагентом. Я сделала ту же самую ошибку, когда я только подписалась год назад, у меня глаза были просто вот такие огромные, несмотря на то, что я люблю путешествовать, я жила в Германии, я обожаю путешествовать по Америке, на машине, на самолёте, на вертолёте, на чём угодно, я обожаю это всё. Я всегда любила туризм, поэтому я в этом, в этом бизнесе, вот. И здесь вам нужно определиться, вот к чему у вас душа лежит, так сказать. Допустим, есть люди, которые выбирают только продавать в парке аттракционов, и они действительно становятся вот профессионалами именно в этом направлении. Если вы хотите продавать только там all-inclusive отели класс, продавайте all-inclusive отели по какому-то конкретному направлению. Не надо хватать все страны, там, и Коста-Рику, и то, и это, ну, потому что, понимаете, как бы станьте профессионалом в чём-то одном, там, да, и посмотрите, как оно у вас пойдёт, потому что тогда люди будут именно к вам обращаться, чтобы поехать туда-то, туда-то. Не делайте такой ошибки, это мой первый вам совет. И второй совет, это самый главный совет, определитесь, чего вы хотите, потому что в туризме деньги не будут, конечно, на вас падать, там, мешками просто, вот, вы подписались, да, сегодня, а завтра уже, там, вы получаете. Нет. Во-первых, учтите, ребят, то, что эти деньги всё равно окупятся, вот, то, что вы вкладываете, там, платите 60 долларов в месяц, чтобы иметь доступ к этим тренингам, чтобы иметь доступ к своему сайту и ко всем ивентам, которые у нас происходят в компании. Это вообще смешно, если, ну, вы не можете найти 60 долларов в своей жизни, чтобы платить за возможности и за развитие, ну, конечно, очень жаль, что я могу сказать, ваше финансовое положение оставляет желать лучшего, вот. И тут, тут возникает вопрос, ребята, если вы не можете 60 долларов в день найти, в смысле, в месяц найти, да, если, там, новый афон купить вам не проблема, там, за чуть ли не две штуки баксов, а 60 баксов найти это проблема, то, конечно, вам нужно тут уже расставить приоритеты. Подписаться в этот бизнес стоит 178,99, и эти деньги себе окупят вдвойне и втройне, как только вы начнёте, соответственно, продавать, делать поездки, туры и всё такое. То есть это вообще смешная цена тоже. Понимаете, чтобы начать бизнес, который уже построен, вам, как говорится, знаете, просто на ложечке, на блюдечке вам это всё преподнесут, ваши задачи это только развиваться, развиваться, обучаться, строить свою команду, и развитие здесь происходит постоянно. Я очень долго думала, когда я попала в Америку, чем бы я хотела заниматься, да, какое-то время я, там, строила какой-то свой другой бизнес, занималась, там, домашним персоналом во Флориде, потом я работала в отелях, потому что, опять же, мне направление, вот, туризма очень нравилось. И у меня это хорошо получалось, я, там, поработала, получила какой-то опыт, мне стало скучно. Я поняла, что в отеле, ну, до кого я, там, могу доработаться, вырасти, ну, да, там, general manager, ну и что? Ну, буду я работать каким-то нудным general manager, там, тоже 24 на 7, получать свои, там, 50-60 тысяч в год. Будет ли меня радовать эта работа? Буду ли я happy? Наверное, нет. Причем мне предлагали такие должности уже. И, знаете, я так подумала, поймала себя на мысли о том, что пару лет назад, господи, я там мечтала просто получить эту вакансию, чтобы я там была general manager, да, то есть, ну, приоритеты поменялись. Когда произошла пандемия, когда вот началась война на Украине и все такое, у меня произошел такой перелом сознания, когда я начала просто вот абсолютно по-другому расставлять свои приоритеты. Отношение к деньгам, отношение к жизни в целом, отношение к людям, отношение к себе самой. И я понимаю, что, да, очень много времени было потеряно. Не тот был подход, неосознанный был подход. Когда вы начинаете просыпаться из, там, спячки долгой, очень многие люди действительно живут неосознанно. Поэтому они тратят деньги непонятно куда, поэтому они влазят в долги, они покупают то, что им не нужно, они не знают вообще, какой у них бюджет, сколько денег в месяц они тратят. А вы задумывались о том, что это очень важно, знать, куда уходит ваш денежный поток или вообще, почему у вас этих денег нет? Понимаете? То есть, сейчас вот начинаю изучать больше инвестиций, да, и так далее. То есть, и своих детей тоже этому обучаю. Как делать так, чтобы деньги были? Как делать так? И тур-бизнес, вот в котором мы сейчас, я нахожусь со своими коллегами, здесь цель ведь какая? Выйти на пассивный доход, доработаться до уровня директора и построить свою команду, когда вы уже начинаете получать деньги от продаж своих партнеров, кто в вашей команде. То есть, обучаете новичков, они зарабатывают, вы зарабатываете, соответственно. Вы становитесь ментором, вы становитесь их коучем. В этом вот, ну, то есть, вот концепция, как этот бизнес работает. Опять же, у нас колоссальная поддержка в команде и в этом бизнесе. То есть, это не так, что вы подписались. И, конечно, у многих страх, как делать, что делать, я не знаю, я не бизнесмен, я не умею продавать, я не умею то. Да вы попробуйте. Ну, конечно, я согласна, что там, ну, кто-то, ну, да, ну, совсем не идет, совсем оно не то. Ну, окей, ну, не идет, дайте себе время, там, месяц. Разберитесь с этим. Мы ответим на все ваши вопросы. Мы делаем каждую неделю лайв-презентации. Понедельник и четверг, кажется, или вторник, четверг, точно не помню, понедельник, среда. То есть, там на русском и на английском. Зайдите туда, обучайтесь, сами найдите информацию, задавайте вопросы. На все есть ответ, на все есть ответ. Эта информация, она в открытом доступе, то есть, это не какая-то тайна, там, что турбизнес существует. На самом деле, очень много компаний. Ведь все вот эти компании, поймите меня, которые вы уже, возможно, знаете, да, там, Дельта, Вакейшн, все круизы, все отели, Мариоты, Хилтоны, Виндом и все такое. Это ведь тоже огромнейшая часть этой туристической индустрии, с которыми мы сотрудничаем. Это все наши партнеры. И я не буду сейчас в этом видео перечислять, кто еще, какие компании. То есть, вот, недавно Expedia к нам тоже подключилась. Это такие гиганты, с которыми работать просто одно удовольствие. Понимаете? American Airlines, Disney и так далее. Ребята, это нужно понимать, это нужно осознать. И не бойтесь, что если, допустим, вы там только приехали недавно в Америку, у вас есть social, у вас есть разрешение на работу. Не, как говорится, не теряйте время, не терзайте себя сомнениями. Да, да, нет, нет. Берите и делайте, потому что я, моя задача заключается в том, чтобы дать вам этот бизнес, показать вам, научить вас. И наша цель, наша цель выйти на пассивный доход, на пассивный доход, чтобы деньги делали себя, пока вы спите. Вот. Ну и помимо всего этого, я уже не говорю о том, что какие шикарные ивенты делают для турагентов наши партнеры. Да, вы можете выиграть бесплатную поездку, они очень часто делают всякие там бонус, presents for us, когда вы даже там проходите какие-то вебинары, побываете на этих ивентах, событиях, на этих конференциях. Вы никогда не знаете, что вы можете выиграть и для себя получать вот эти знания, которые никогда у вас никто не отнимет. Потому что, действительно, за всю жизнь, что я поняла, это то, что знание это сила. Когда ты больше знаешь, ты можешь эту информацию продавать, ты, понимаете, турагент, он знает, действительно, гораздо больше, чем просто гугл какой-то, чем просто там, допустим, вот люди, которые ко мне обращаются, они там, бывает, говорят, ой, а я там в Коско видел билеты дешевле. Ну, окей, иди в Коско, что ты мне это пишешь, как бы, если ты уже сделал свой choice, ты уже выбрал, да. То иди в Коско, иди там еще куда-то покупай, там, где дешевле, или там, где, иди, заморачивайся, разбирайся, как работает их система, кто будет там звонить, допустим, разбираться с твоими проблемами, если вы опоздаете на самолет, на круиз, или там вдруг не окажется резервации, или еще что-то. То есть, знаете, а такое бывает же, какие-то проблемы возникают, когда ты там заказываешь билеты непонятно где. То есть, я не знаю вообще, как работает система в Коско, если честно, по билетам. Я когда-то была их, у меня был мембершип с ними, но я никогда не вникала, вот, что они там продают. И на самом деле, мне кажется, мало кто этим пользуется, но я слышала от своих турагентов, что вот бывает такое, там, люди шопятся, да, там, узнают цены. Ну, я с такими клиентами вообще, как бы, не работаю, потому что в этом бизнесе, когда ты турагент, мы продаем, как бы, сервис, мы продаем себя, мы продаем качество. Человек, который пользуется услугами турагента, клиент, он должен рассчитывать и понимать то, что ваш турагент, он как вот ваша няня, он как ваш вот персональный, знаете, вот, то есть, помощник. Потому что все вопросы, которые там будут возникать с вашей поездкой, мы решаем. Мы будем звонить, там, в случае каких-то неурядиц и так далее. Вам не надо будет самому, там, сидеть на телефоне часами и выжидать это все. То есть, это наша задача. Мы получаем комиссию, мы получаем оплату не, как бы, ну, не за то время, когда мы работаем. Мы получаем нашу оплату от наших вот этих вот партнеров, от этих компаний, которые, соответственно, чьи услуги.